здравствуйте дорогие друзья начинаем наш мастер-класс в рамках 10 юбилейного стан фестиваля в рамках проекта взгляд настоящая меня зовут андрей комиссаров я композитор мой мастер-класс будет называться сложная в простом приемы современной композиции я постараюсь рассказать о том как я понимаю современный музыкальный процесс современную музыку даже скорее не о том как я их понимаю а о том как я пишу музыку каких-то своих приемах которые сформировались у меня возможно эти приемы окажутся для кого-то интересными и полезными а для кого-то совсем неинтересными бесполезными в первую очередь потому что музыканты и композиторы они разные то есть мои приемы они актуальны в первую очередь для меня на мне очень хочется надеяться что кого-то заинтересует может быть для кого-то это кажется даже полезным и послужит некой пищи для размышлений начать я думаю нам стоит издалека а именно какая должна быть музыка и вот мне кажется что музыка должна быть в первую очередь прекрасный как это не громко звучит и вот тут мы подходим к такому вопросу а что такое прекрасное что такое прекрасное красивое приятное в музыке я думаю есть два пути первый путь это музыка прекрасно потому что она легко воспринимается слушателем она гармонично она красиво она что называется слушабельно любой слушатель может послушать из первого раза понять что говорит ему автор скажем так эта музыка простая простая для восприятия и второй путь это музыка может быть не очень простая может быть невозможно осмыслить и понять с первого раза но это тем лучше потому что возникает желание послушайте еще раз это как хороший роман которому ты хочешь время от времени возвращаться и находить там что-то новое то чего ты не заметил раньше это доставляет тебе эстетическое и даже этическое удовольствие это прекрасное как сложное и вот мне очень нравится фраза которая приписывается бетховену я ее услышал в биби сишном фильме про премьеру третьей симфонии и называется эроика и там бетховен когда его спрашивают а почему так сложно он отвечает потому что прекрасное это сложно сложное это прекрасно и вот мне как композитору близок этот путь мне кажется что музыка должна быть сложная и в этом она прекрасна и здесь мы подходим еще более сложному вопросу а что такое сложное в музыке если вспомнить исторический процесс мы увидим что весь 19 век происходило постепенное усложнение в первую очередь гармонии тональности гармонических связей внутри тональности и где-то примерно к концу 19 начало 20 века музыка дошла уже до очень значительной степени усложнения тональности и гармонических связей тогдашние слушатели уже не могли это постигнуть как именно связность и воспринимали это как хаос это тогда называлось модернизм мы это называем авангард первый авангард далее с течением 20 века музыка и гармония структуры музыкальные и гармонические они усложнились еще более и где-то уже наверно годам 60 к 70 их мне кажется стал уже больше некуда усложнять тоже мне кажется произошел некоторый кризис уже получается не первого второго авангарда получается путь сложности какой-то гармонической заключающийся в очень усложненном переплетение нот гармонии между собой мне кажется он наше время уже исчерпан мне кажется что музыка должна и вернуться каким-то своим но если может открыться первоосновам мне кажется что это все-таки диатоника мне кажется что это мелодия мелодика и интенционность основанные на имитирование человеческой речи мое глубокое убеждение что музыка это речь язык которым композитор говорит со слушателем и вот все особенности речи композитора все особенности его мышления его построения даже речевых фраз они очень ясно видны и в музыке и вот получается что если мы используем диатонику какие-то простые интенционные фразы близкие человеческой речи комитации человеческой речи скажем так то музыка получается очень простая и возникает вопрос а где же здесь сложность в чем сложность мне кажется что можно сложно написать даже самое простое что есть в мире звуков а именно до мажорный аккорд в мире музыкальных звуков конечно же для иллюстрации давайте посмотрим на одно очень известное сочинение на первую прелюдию до мажор из первого тома хорошо темперированного клавира иоганна себастьяна баха и вот мы действительно видим до мажор однако как бах его записывает этот до мажор он его записывает в виде различных повторяющихся периодичностей разного размера самая большая периодичность это повторяющиеся половины это нижний голос левой руки другая периодичность чуть поменьше это половинки без шестнадцатой это верхний голос левой руки и наконец самые мелкие периодичности это с одной стороны 16 6 шестнадцатых а с другой стороны их сумма образует половинку без восьмушки и вот так это звучит о чем это музыка мне нравится думать что она о мире который вокруг нас потому что если посмотреть на мир как с точки зрения человека то для нас он распадается на периодичности разного размера даже как у баха давайте представим что предположим половинки это года половинки без шестнадцатых это например месяцы а половинки без восьмых это с одной стороны ни или часы а в них идут шестнадцатые секунды вот если послушать эту музыку то она именно про это как мне кажется про мир про время можно играть и в таком темпе можно играть ее очень медленно можно играть ее очень быстро все равно это будет музыка про одно и тоже про ну как мне кажется про мир про время про то что происходит вокруг нас вне нас давайте подумаем а у баха здесь пять нот доме а можно ли эту идею выразить при помощи одной ноты да можем потому что вот это вот та же самая идея что у баха но выраженная при помощи всего лишь одной ноты при помощи ноты до первая октава вот так это звучит мы можем взять это и повторить потом еще раз потом еще раз потом взять повторить это еще раз и еще раз и и так же как у баха тоже как и наш мир эта музыка может длиться вечно может быть одна нота может быть пять нот может быть десять нот может быть еще больше нот или еще больше вот насколько мне хватит рук это все равно будет одна и та же идея которую придумал бах конечно повторять ее уже наверно бессмысленно после баха но однако мы можем взять этот прием именно как идею попробовать соединить его уже с нашими идеями нашими интонациями с тем что мы хотим выразить в музыке покажу я это на примере собственного сочинения это конечно же вовсе не потому что я хотя бы в какой-то степени равняю себя с бахом ни в коем случае просто потому что я знаю как зачем и почему я написал каждую ноту в этой музыке и могу про это рассказать сочинение моё называется русские эскизы это небольшая сюита для оркестра русских народных инструментов она была написана мною в 2019 году надо сразу сказать что когда композитор задумывает написать сочинение для орни это некий вызов почему потому что все таки слишком много для этого замечательного инструмента оркестра как инструмент обладающего какими-то совершенно потрясающими неизведанными и свежими звучностями тембрами сочетаниями тембров так вот для русского народного оркестра я знаю может быть даже и десятка не наберется музыки которые можно в полном смысле слова назвать музыкой интересной и интересной не только для слушателей но и для композитора очень часто мы слышим для оркестра народных инструментов какие-то такие псевдо русские псевдо народные сочинения которые конечно никакого отношения не имеют ни к русскости ни к народности ни к чему бы то подобному надо сказать что я вообще считаю что национальность композитора это одна из самых важных вещей в музыке это самое интересное для слушателя но не обязательно национальность должна выражаться при помощи каких-то примитивных мелодий в квазинародном духе примитивных гармоний примитивных форм примитивного образа мысли также на мой взгляд неправилен и другой путь то есть писать музыку не в специфике этих инструментов ну например мне кажется очень странно предположим если например на балалайке или на аккордеоне или на домре сыграть додекафонное сочинение или сериальное сочинение с другой стороны мне кажется тоже очень странным когда например мы можем взять балалайку и вместо того чтобы играть на ней заколачивать в нее гвозди или пилить ее или как-то тереть ее извлекая какие-то подобные звуки я решил когда я обдумывал как я буду писать эту музыку я решил что я с одной стороны не буду выходить из специфики того что обычно пишется для оркестра русских народных инструментов но с другой стороны я постараюсь сделать это максимально интересно в первую очередь для себя то есть я постараюсь найти какие-то такие фактуры которых может быть еще даже не было в инструментовке для орни какие-то типы движения какие-то типы рассказа музыкального я решил так что я возьму самые простые мелодии самые простые формулы интенсионные но как-то их поставлю какие-то такие интересные ну интересный по крайне мере для меня для композитора такие интересные соотношения что это даст некий новый взгляд на хорошо всем слышанные уже интонации тематический материал может быть это даже будет и не вполне слышно для слушателя для слушателя это будет просто красивая диатоническая музыка с вполне угадываемыми угадываемыми образами угадываемыми символами интонационными но для меня для композитора в этом во всем будет скрыта очень сложная композиторская работа для меня сочинение всегда начинается с появления какой-то изначальной интонации из которой она потом возникнет и вот первоначальная интонация у меня была такая это маленькая фразочка с одной стороны в каком-то таком русском народном духе с другой стороны она явно похожа на одну тему из фильма мариконы но это было даже хорошо для меня потому что я хотел чтобы эта музыка была простая и в то же время вызывала максимально широкий спектр ассоциации и просто с музыкой и с киномузыкой вообще была максимально широкая по охвату явление которое она может выразить и вот я решил что с этой может быть даже банальной и не очень интересной мелодии я буду работать как-то интересно по композиторским для себя у меня сложилась такая гармонизация но надо сказать что я с самого начала решил что я буду повторять вот эту короткую фразочку но повторять с разными ритмическими вариантами в разных размерах если посмотреть видно что у меня постоянно меняются размеры в музыке интонация постоянно меняется постоянно она живет что называется и хотя ноты в ней не меняется но происходит какое-то внутреннее развитие я могу сыграть как это звучит это первая фразочка дальше вторая фразочка дальше третья фразочка тоже чуть другая в сумме у меня получилось нечто вроде такого своеобразного периода из четырех фраз ну где из четырех предложений у меня сложилась и гармонизация 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 тоже очень простая вторая фраза дальше вторая фраза третья фраза мне с самого начала стало понятно что моя тема должна сопровождаться движением восьмыми пульсацией восьми и вот эту пульсацию я решил примерно так же как и бах сделал разделить между группами и сделать ее различными не совпадающими друг с другом периодичностями что у меня получилось в итоге у меня есть движение восьмыми вот оно оно у балалайку секунд и вольтов с одной стороны это движение восьмыми а с другой стороны между этими диногруппами явно возникает чередование уже четвертями движения так же как и у баха в прелюдии с одной стороны шестнадцатая с другой стороны четверти с точками в верхнем голосе далее у меня идет чуть более крупное движение это движение половинками то есть не половинками а четвертями с точками я его тоже разделил между двумя баянами вот у меня первые ноты у баяна вот у меня вторые ноты и в сумме это получается движение четвертями с точками и третий самый крупный уровень это движение половинками это тремоло у домар его я тоже разделил на две партии первые вторые домры но сначала альтовы потом не подключается уже все остальные вот они раз и два если это все изобразить схематично то получится вот такая вот картинка вот у меня движение восьмушками одновременно движение четвертями вот движение половинками с точками одновременно движение четвертями с точками вот движение половинками одновременно тут получается еще более крупная пульсация это движение целыми то есть четырьмя четвертями как мы видим это все укладывается в размер три четверти ну вернее не совсем укладывается а период он получается равен двум тактам то есть вот эти два такта это мой период который получается в сумме и это все у меня само собой очень здорово и сильно ритмически усложняется потому что у меня в моей теме постоянно меняется размер ну вот тут на первой странице пока три четверти а далее две четверти а потом опять три четверти из-за этого все эти фигурки они съезжают относительно тактов своих первоначальных тем более потом у меня опять меняется размер ну дальше это происходит чуть ли не в каждом такте и получается довольно такая замысловатая ритмическая игра которая с одной стороны достаточно простая а с другой стороны достаточно сложная потому что она она выдержана до конца то есть у меня здесь ритм следует не за сменами тактов ритм вот этих вот периодичности пульсация а изначально задано то есть у меня она длится двутактами в три четверти а когда размер меняется она очень всякими замысловатыми способами не совпадает сильными долями и вот в самом конце этого раздела в конце четвертой фразы мне все это сходится то есть вот здесь у меня получается я так подогнал все эти смены размеров но не подогнал нет в принципе по моему даже нет само собой получилось в итоге такая некоторая композиторская удача ты можешь так что меня вот в этом такте ведь все как бы совпало и заканчивается конце раздела без того чтобы что-то уехала на следующий раздел и это очень важно уже с гармонической точки зрения я решил что тональный план моей пьесы будет построен на тоже очень простых соотношениях в начале у меня будет ре минор то есть тональность с одним бемолем второй раздел у меня будет условно говоря фа миноре то есть тональность с большим количеством бемолей и кульминация это уже третий раздел она будет тональности с большим количеством диезов ну тут условно сказать какая тональность ну поскольку бас у меня до диез предположим что это до диез минор то есть третий раздел начинается в до диез миноре и во втором разделе я продолжаю все те приемы которые у меня были в первом разделе мелодия у меня также мелодия точно такая же та же самая попевка только многократно повторяемая в разных не повторяющихся ритмах причем я специально таким образом сделал чтобы у меня у меня здесь тоже будет четыре фразочки но они не будут идентичны четырем фразочкам из первого раздела то есть ноты останутся те же самые ну не ноты а ритмические фигуры но они всегда будут в разных вариантах то есть у меня вот до этого в первом разделе у меня никогда не было чтобы вот эта вот фигурка который меня в такте на две четверти эта фигурка никогда не было чтобы она повторялась три раза то есть я постоянно меняю соотношение этих попелок и в остальных голосах я повторяю те же самые фактурные принципы которые не были вначале вот у меня остается у балалайк движение с одной стороны восьмушками другой четвертями то же самое у баянов у них видите у них еще даже появляется шестнадцатыми движение даже еще более мелкое и оно видите оно как бы через паузу у меня идет с другой стороны у меня у баянов у одного из баянов то второго баяна идет движение просто пульсация с периодичностью в две четверти с третьей стороны балалайки басы контрабасы и баяны ну и плюс басовые домры они у меня играют фигуру с периодом в один такт то есть в три четверти вот здесь и здесь тоже меня периодичность размером в три четверти ну и то же самое мы видим у домар басовых но них я сделал чуть похитрее у меня это тоже поделено таким вот образом между двумя группами домар и плюс ко всему это все соединяется с такими же переменными размерами какие были раньше то есть эти пульсации очень быстро сбиваются сильных долей и входит во всякие такие забавные противоречия сильными долями которые диктуется мелодии этими моими попивками и плюс к этому мы видим еще движение у флейты пикало и у просто флейт с одной стороны они повторяют баяны а с другой стороны флейты пикало у нее есть свой собственный период свой собственный периодичность состоящая из четырех далее идет кульминация те же самые принципе я продолжаю сверху меня тоже самое мелодия из попевок и играют домры и в таком варьированном посажен варианте их дублируют деревянные духовые а в аккомпанементе продолжается та же самая игра с периодичностями что у меня здесь есть во первых самое крупное это движение баса вот он у меня он не стоит из двух нот постепенно спускается вниз до си потом будет си соль соль фа так далее вниз вот этот периодичность у меня занимает четыре четверти далее идет более мелкие длительности у баянов с одной стороны это шестнадцатыми начинается движение то есть движение ускоряется в аккомпанементе то это тоже поделена между двумя баянами а с другой стороны у одного из баянов у него такое движение восьмушками с одной стороны с другой стороны это движение половинками периодичность общая равна половине ну и еще один вариант ритмически это движение уже очень неровная по пять восьмых четыре восьмые с паузой вот это играется балалайками и гуслями звончатыми дублируется также в этом разделе появляется такой новый элемент соло двух труб это фанфарные и трубные глаз и тут еще появляется очень важная фигурка ритмическая это квинтоль вот она но по одной ноте репетиция это будет очень важно для дальнейших частей моей сииты вот это вот квинтоль и вот это вот движение у баянов это вот фигурка четвертый раздел моей пьесы это небольшая кода она возвращает нас к началу пьесы только уже не в ре а до диас миноре поскольку предыдущая часть закончилась до диас миноре тут тоже самое вот восьмушки и четверти у балалаек вот точки с четверти с точками у баянов и вот половинки у домар все как было в начале только уже без мелодии мелодию я убрал из этого раздела и заканчивается моя пьеса первое таким небольшим рощерком финальным у деревянных и глиссандом гусли предлагаю послушать как это звучит оркестр имени осипова дирижер даниил стаднюк и 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 КОНЕЦ 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 Во второй пьесе я решил взять мелодию, условно стилизованную под русский фольклор. Она похожа чем-то и на Ухнем, и на какие-то другие мелодии. Материал вот такой. В аккапанементе я использую примерно те же самые принципы, которые были в первой части. У меня есть тоже разные периодичности. Вот первая из них. И вот эти вот квинтоли, вы, наверное, помните, они взяты из кульминации первой части. Вот они. Те же самые квинтоли. Третья часть посвящена памяти замечательного композитора Георгия Шендерёва. Мелодический материал, интенсионный мелодический материал этой части, взят из первой части. Обратите внимание вот на эту фигурку. ми, фа, соль, до, си, у баянов. Это основная тема части. Я взял ее, как и квинтольные фигурки, из кульминации первой части. Вот в партии первого баяна мы видим то же самое, только на секунду виши. ми, фа, соль, до, ре, ми, фа, соль, ре, до. Я не могу сказать, что я прямо вот придумывал, а как бы мне взять какой-то материал третьей части, чтобы он у меня где-то встречался раньше. Скажем так, я просто размышлял об этой музыке, у меня, само собой, пришло это решение. Ну и, естественно, там эта попевка состоит всего лишь из четырех нот. А здесь она разрастается в такую полноценную тему. И, что для меня было важно, в этой музыке ничего не повторяется точно. Но это получается, ну, скажем так, трехчастная форма некая, с неким таким концентрическим строением крайних частей. Ну, это будет слышно из музыки. И вот последняя интонация вот этой вот темки маленькой, вот эта вот секундовая до си. Первый раз она у меня проводится один раз до си. В следующий раз, соответственно, два раза. Вот это до си до си. В следующий раз она будет проводиться уже в репризе три раза. Ну и в коде она как бы рассыпается. Вот этот принцип накапливания, он рассыпается, от нее вообще остается только вторая часть без вот этого подъезда трех нот снизу. Ну и она проводится один раз и два раза. И потом, как отзвук, еще раз. Давайте послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Ну, в частности, тут вершины мелодий и то, как она движется. Они во всех шести случаях немножечко разные. Ну и на другой странице можно посмотреть. Но все равно мелодия простейшая. С одной стороны, мне хотелось этого. Мне хотелось, чтобы моя музыка вообще в этой свете вызывала как можно больше ассоциаций и с Морикона в первой части, во второй части с Эйухнем, в третьей части, условно говоря, с какой-то такой Гаврининской, Шендеревской тематикой. Ну и в этой части это играл не на руку. То, что многие услышат здесь очень какие-то знакомые, может быть, по фильмам, по массовым песням, ассоциации и интонации. Но, с другой стороны, я решил, что эту мелодию я ее каким-то образом обработаю, поставлю ее в такие условия, что она будет восприниматься совсем не как обычная песня, переложенная для Оркестра Народных Инструментов. Это сделал за счет таких сообразных контрапунктов, которые совершенно не вытекают из мелодии. Ну вот они. Вот они на следующей странице тоже. Посмотрим. Они так поднимаются какими линеарными, какими-то секундовыми напластованиями на мелодию. И в целом получается, ну как мне кажется, некий новый взгляд на, казалось бы, обычную, банальную и нарочито изъезженную мелодию. По форме эта часть построена как своеобразные вариации. Первая вариация, она быстрая. Тут сохранен общий абрес мелодических ходов, мелодии, ее гармонии и начальных интонаций. Но в целом все быстро, постоянно меняются всякие сложные размеры. Пять восьмых, и восемь восьмых, и семь восьмых, и три четверти. И вторая вариация, это кульминация. Ну, по сути, это реприза первоначального проведения мелодии, но уже в другой фактуре, в другой инструментовке и с некоторыми изменениями. И в конце все приходит к первоначальной интонации. Давайте послушаем. Музыка 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 Но я решил дальше поиграться с этим своим принципом неповторяемости, и вот здесь будет то же да не то же, то есть и структура будет примерно та же самая, сначала первый раздел, потом кульминация, потом кода исчезающая, но здесь не повторяется абсолютно ни одна структура из первой части. Точнее как я сделал, у меня повторяется игра с периодичностями, вот это то же самое, что было в первой части, вот те же самые восьмушки одновременно четверти, вот те же самые четверти с точками, далее на следующей странице появятся те же самые половинки, вот они. Тут та же самая мелодия, вот она, но она сделана чуть-чуточку по другому, то есть каждый раз в ней немножко другое соотношение вот этих попевок. Ну и я это все конечно же переоркестровываю, если у меня в первой части мелодию играл только Гобой, тут у меня сначала играет Гобой, потом баян ему отвечает, потом флейта, мы т.д. и т.д. и т.д. То здесь у меня постоянно меняется гармония для каждой из четырех фраз, а фраз остается четыре, как и в первой части. И дальше я перехожу к кульминации, тут будет то же самое, что и в первой части, только чуточку по другому, в другой, немножечко в другой гармонизации. Здесь те же самые структуры, вот у меня бас на четыре, доля, вот пятидольная следующая структура, вот фигурки у баянов, мелодия сверху, вот те самые трубные возгласы у труб с квинтольками. В отличие от первой части, этот раздел у меня в два раза увеличен, и во второй раз я еще больше замедляю бас, то есть во втором, то есть не во втором, а в третьей, четвертой фразочках вот этой кульминации, видите, у меня бас уже занимает больше на одну дольку. То есть не четыре, а пять далее, он как бы замедляется, несмотря на то, что музыка ускоряется. Вот такую мне хотелось создать игру с музыкальным временем. И заканчивается пьеса, а с ней и вся сюита тоже таким же разделом, который был в первой части. Это кода, только уже, соответственно, в других тональностях все происходит. И потом пьес постепенно истаивает, и вся сюита заканчивается. Давайте послушаем. КОНЕЦ 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 И что же получается в итоге? Музыка, как можно услышать, очень простая, очень доступная, очень, я бы сказал, демократичная для слушателя. Как раньше говорили, ориентированная на восприятие. Но в ней скрыты очень интересные для меня, как для композитора, секреты, связанные с очень конструктивной, очень сложно просчитанной работой с структурами, с тематизмом, с этими вот разными ритмическими периодичностями. В том числе с оркестровкой. Оркестровка в этой сюите получилась очень своеобразная, очень отличающаяся от принципов оркестровки для народного оркестра. Но я не придумывал такую оркестровку. Я просто писал музыку, писал вот эти свои структуры, придумывал, как они будут сочетаться. И это все рождало и оркестровые приемы, которые я использую в этой сюите. Я вообще, как правило, никогда специально не оркеструю свою музыку. Я придумываю типы движения, фактуры, которые мне подсказывают, как она в итоге будет звучать. И вот этот путь, простой результат на слух, но при этом очень сложная работа композитора над этим результатом. Может быть даже скрытая от чужих глаз, от слушателя. Мне кажется, он очень продуктивен. И по крайней мере для меня он очень важен. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.